друзья привет прежде всего большое спасибо вам за активность нас на канале уже больше 50 тысяч человек здорово что в стране столько людей которым интересны необычные автомобили и кстати еще мне очень нравится что вы пишете много интересных комментариев большинство из них я читаю и один из самых популярных когда же будет е36 да друзья это мой автомобиль и конечно же я расскажу вам все подробности о том как же сейчас ездить на этом автомобиле но сначала я бы хотел выпустить такой ролик предупреждения потому что он выходит не как обычно в четверг чуть заранее и сейчас я хочу поговорить о том что же собой представляет эксплуатация этой машины в 2020 году и мне кажется что кому-то из вас мои монологи уже могли надоесть поэтому сегодня мне будет помогать михаил канончук это его автомобиль миша привет пандемия еще не закончилась наверняка многие из вас видели михаила на канале автору там он делает необычные исторические сэ про важные автомобили из прошлого но вот собственно по моему совету он приобрел вот этот важный автомобиль и даже до сих пор не знаю почему он вот так спокойно стоит по моему он должен был меня уже возненавидеть да за этот совет я не буду скрывать мысли такие были мысли посещали автомобиль у меня уже практически полтора года и я думаю что пару раз в месяц я думал кто же этот мельников зачем я его слушаю но мельникова слушайте и вы и я точно так же воспылал в какой-то момент идеи идеи покупки даже не самой е36 а идеи зимних тренировок на которые вова меня действительно подсадил и собственно машина появилась в первую очередь для этого нового я тебе хочу в первую очередь сказать спасибо главным образом за то что позвал друзья мне очень приятно появится и перед вами и спасибо за историю ты знаешь что я люблю истории про машины и вот эта история которую можно которая в твоей жизни уже неотъемлемая романтичная но главное что она со счастливым концом потому что машина здесь и машина даже едет небольшой спойлер в этом видео мы в том числе будем рассказать и о том как эти прекрасные автомобили простаивают в сервисе чтобы вам в это время не скучать скачивайте игру raid shadow legends который является партнером этого ролика надоели скучные игры хотите чего-то яркого и необычного как жизнь с е36 raid shadow legends для вас сейчас она абсолютно бесплатно как на мобильном так и на персональном компьютере я играю в режиме подземелья там можно сражаться против 10 различных боссов и зарабатывать артефакты проверь свои силы на прочность нескончаемых турнирах соревнуйся со всем сообществом игроков рейд сражаясь на разных локациях гнезде паучихи плато ледяного голема или печально известным драконом а еще в мае рейд запускает патч 1 15 который откроет новые возможности для турниров на арене по ссылке в описании вы можете получить эксклюзивные бонусы 100 тысяч сребряных монет а также крутого чемпиона палача и поторопись бонус будет действовать только следующие 30 дней удачи и увидимся в рейде давайте сейчас статике подробно посмотрим что она собой представляет в плане кузова и остального миша будет нам рассказывать как он до этого дошел ну а потом прокатимся может быть даже сравним с моей сразу сейчас хочу вам сказать что сегодня именно подробного рассказа о том как эти машины едут зачем они собственно сегодня нужны что в них хорошего почему вместо них на зиму не взять не знаю жигули она лето не взять нормальный современный автомобиль с климат-контролем это мы все расскажем в другой раз я думаю через один или два выпуска сегодня просто действительно видео предупреждение потому что вы мои хорошие товарищи и я не хочу чтобы кто-то из вас спешки купил автомобиль и не знал к чему быть готовым поехали сейчас вы узнаете всю правду задача перед нами стояла примерно такая же наверное как и перед многими из вас купить е36 за небольшой бюджет 200 220 тысяч рублей честно говоря даже не пытайтесь потому что я на тот момент а это полтора года назад зима позапрошлое уже получается потому что опять же зима мы все ездим скользим у меня делать побольше этого снега они выезжают на полигон присылают оттуда вот эти красивые кадры а я сижу дома и понимаю что мне срочно нужна эта машина а у тебя на тот момент вообще не было своего автомобиля нужен был тренировочный вариант но при этом я сразу же думал что жигули это не опция для меня потому что я собирался на этой машине все-таки еще ездить на работу и альтернатив в этом бюджете просто не существует к сожалению я не знал что миша собирается есть на ней на работу потому что прежде всего я рассчитывал купить такой вариант на зиму чтобы потренировался научился как-то ездить возможно будут какие-то контакты чтобы не сильно по этому поводу страдать тем более сами понимаете 200 тысяч рублей это практически низ рынка прежде всего я хотел найти машину с нормальным двигателем и прямыми документами что такое нормальный двигатель для е36 по сути у вас только два варианта это либо 18 140 лошадиных сил такие бывают например в кузове компакт либо же надо брать шестерку объемом 2 с половиной литра потому что 320 у которых 150 лошадиных сил честно мне не нравится потому что спереди у вас тяжелая длинная шестерка ну по балансу они чуть хуже поэтому либо с четверкой но мощный 140 сильный либо же вот такой вариант как мы нашли это правда не 325 а 323 у нее 107 с лошадиных сил но двигатель тот же самый два с половиной литра большой плюс этого автомобиля когда я его увидел то что у него с документами все действительно совпадало что выбито на кузове и даже на двигателе таких 36 но честно говоря очень мало на рынке пересмотрел я этих машин много чуть позже еще расскажу вам несколько историй понятно что по кузову были определенные проблемы но большой плюс я был что можно было прям сразу сесть и поехать то есть сразу не вкладывать в этот автомобиль единственное чего не хватало это редуктор разблокировка редуктор был свободный но ты его довольно быстро нашел его нашел в чебоксарах правда нельзя просто обычных редуктора достаточно много ты просто идешь на разборку и покупаешь а именно заводской с блокировкой по-моему на тот момент был один стране их все-таки надо ловить мне повезло я его поставил практически сразу особенность этого автомобиля была в том что у нее присутствовал кузов двигатель и салон а вот шасси было лишь номинально но пока мы ездили по зиме без каких-то боковых ускорений высоких все было более-менее неплохо помнишь кстати момент когда первый раз ты приехал и мы дебютно поднимали ее на подъемнике честно говоря или что там замер даже я потому что да естественно я машину эту облазил увидел что по одному из порогов есть определенные проблемы но это все не выглядело так что машина должна сейчас прям сложиться вот кстати ралли арт едет тоже можно будет как-нибудь подснять хотя многие за вас просят его 10 следующем ролике и вы знаете я уже нашел его 10 как раз с роботом sst так что ждите редкая машина кстати я помню была такая привет а у нас как-то на примерке да думал что они уже все давно где-то вымерли покажи покажите и кстати пермские номера что характерно аккуратно аккуратно мы за безопасность на дорогах это на холостых так вот первый подъем на собственно четырех лапом четырехстоечном подъемнике двухстоечном четырех лапа подъемнике показал что да все нормально она и как видите до сих пор не сложилось но затем зима закончилась миша почему-то решил эту машину себе оставить что для меня было большим сюрпризом в общем теперь давайте обо всем по порядку будет довольно болезненно но про это мы уже расскажем собственно из автомобиля чтобы доказать вам что он способен передвигаться причем очень даже неплохо ну что друзья как видите картинка за окном меняется это значит что это е36 действительно на ходу и как видите миша за рулем значит он ее не продал после первого же единственного зимнего сезона но расскажи как развивались события как эта машина дошла и дожила до нынешнего состояния но смотри на самом деле я абсолютно был неправ в том как подошел и к выбору машины и к тому что я с ней дальше делал я наделал ну фактически все ошибки которые можно было совершить я подумал что вот 200 это нормально а 300 это что-то очень дорого потому что в полтора раза превышает бюджет но мы к этому вернемся чуть позже еще одна моя ошибка я был крайне нетерпелив я очень хотел на этот самый полигон и у меня действительно получилось на полигоне уже там с ребятами уже в той обстановке которой я стремился и забегая вперед это был единственный такой выезд за зиму я действительно вскочил в последний вагон очень кстати бюджетный 200 тысяч рублей да да потрясающе курсы вождения зачем это можешь просто купить машину вот это вот там же я сходу приложил себе передний бампер бампер был очень красивый и мощный с губой практически такой же как сейчас но он был польский а польский бампер это дешево и крайне непрочно потому что от малейшего контакта с супругом буквально мне кажется на второй заход я пошел чуть-чуть прижался бампер разлетелся в щек я помню как взорвался вова просто приехал он ржал минут пять сначала я испугался потому что вид у машины стал сразу как у терминатора после того как его расплавили но такое ощущение что краж был достаточно серьезный а там на самом деле была скорость ну я не знаю километров пять на которую я вот ткнулся в этот сугроб ну все вот маленький совет по эксплуатации покупайте себе если хотите зимой вот так вот в контакт ездить покупайте один большой родной бампер он стоит примерно пять тысяч он гибкий он держит вот эти вот нагрузки можете его даже не красить но если хотите эстетику то уже летом можно носить эмочный опять же лучше родной брать потому что если вы немного коснетесь того же бордюра он у вас тоже взорвется это никому не нужно вот и собственно бампер меняется очень легко там буквально четыре болта надо открутить и все четыре гайки точнее поэтому а эмочный стоит в три раза дороже чем родной поэтому лучше все-таки экономить вова когда ездил на этой машине вот первый самый осмотр я по-моему еще даже не приехал он сам приехал посмотрел покатался говорит слушай у нее правильные такие манеры которые должны быть е36 да она не но мне это сказал так да конечно не сказал что она идеале но она ехала действительно нормально потому что е36 это лучшая учебная парта для тех кто хочет понять какие-то азы за и повождение заднеприводного автомобиля она мягкая спокойно и понятно и у этой машины действительно был такой же характер но когда загнал ее в сервис на диагностику я понял что ехать там на самом деле было нечем потому что машины было полностью уничтожено шасси там не было ни одного живого элемента вытекшие задние стойки расколотая передняя пружина кончившиеся рулевая рейка в общем в первый же заезд отличный вы отличный выбор самое парадоксальное что мертвые 36 равно ехала как е36 это показатель общего состояния машины это тоже очень важно иметь ввиду вот но таким образом замена фактически всей подвески рейки плюс установка редуктора с блокировкой какие-то еще сопутствующие работы меня сразу же в эту первую неделю владения разгрузили примерно на 100 тысяч рублей получалось так что я сейчас взял эту машину за 200 потратил на нее еще 100 но продам я ее все равно снова не больше чем за 200 потому что это все еще очень колхозная такая на вид бмв в общем ты посчитал что точка невозврата пройдена да сразу же смысл она сразу же перестала да она сразу же перестала быть винтабельной тем более что к этому моменту я тебя перебью она уже встала сама в общей очереди на учет что подтверждает это е36 ну действительно большое дело если у вас прямые документы уже можно заниматься этим автомобилем если вы его хотите видеть именно как автомобиль а не как там больше для дрифта или для соревнований каких-то зимних еще расскажу что вы наверное многие еще слушайте какие 100 тысяч там я в гараже там все подварил друзья действительно сделать машину как для дрифта повторюсь как корч некий да это несложно можно заварить редуктор а выкинуть салон выпадыш что-то там приварить то есть от вас никто не требует ни к эстетике ни к повадок нужно чтобы она себя правильно вела там скольжение да в узких условиях а здесь была история как превратить е36 все-таки в автомобиль но отсюда такие траты потому что надо было придать ему но не лоск заводской но хотя бы некий повадки близких заводской но когда она на этой новой подвески поехала ну совершенно другим образом вот сейчас она в этом виде прибывает и да она осталась довольно валкой но это приятная машина и я решил что да ее можно оставить себе в качестве единственного автомобиля чтобы ездить и на работу и зимой собственно тоже тренироваться и дальше естественно наверное самое страшное кузов о да самом деле у е36 это главная проблема потому что да окей подвеску вы можете сделать вполне сами своими руками что собственно я всегда делаю потому что чуть-чуть на этот отвлекаемся но знаете какая еще основная проблема е36 хороших сервисов практически нет казалось бы массовая машина всем известная запчасти можно купить там чуть ли не навес но по факту когда ты с этим сталкиваешься но нет людей которым ты бы мог доверять сто процентов но практически их нет а те что есть они сильно загружены поэтому вот например помните видео с боксером человек который его купил он изначально хотел м3 е36 но он не нашел ни в питере ни в москве людей которым он мог бы просто приезжать оставлять эту машину и быть уверенным в том что она будет полностью обслужена и всегда готова к дальним поездкам у porsche такие люди такие сервисмены есть так что увы е36 такая кара настигла какая-то сервисная потому что вы будете мыкаться то туда то сюда но сделать по-человечески сложно найти а уж в том что касается кузов не это это настоящая беда если у этой машины нет хорошего кузова вы можете в принципе с ним даже не связываться потому что я не могу сказать что у этого черного седана кузов был в каком-то отвратительном состоянии хотя было видно что до пороги требует работ пороги требует ремонта но на деле все это вылилось в эпопею которая протянулась несколько месяцев с кузовом история получилась довольно простой я решил так как я оставляю эту машину и естественно надо приводить в нормальный вид потому что да она относительно живая было даже по полу вот некоторые есть конечно очаги коррозии до сих пор потому что сервис мы сейчас до этого дойдем я решил ее полностью переварить и перекрасить нашел по знакомству сервис там опять же родственники уже делали машину не ближе не ближе не родственники но тем не менее нам здесь эти машины уже красили да что-то варили была кузовня достаточно серьезная и все было окей но раз окей я поповез эту машину волоколамск вот а выяснилось что люди там довольно странные с альтернативным расположением рук она там простояла два месяца они даже не утруждались отчетами какими-то я говорю ребят хотя вы пришлите фотографии мне ну до вас ехать очень неудобно но я хотя бы буду знать что машине переварили что вы с ней еще делаете когда понятно что конкретно наша история возможно сервис на это частность но друзья поверьте если у вас заранее нет уже надежного проверенного кузовного мастера то с е-36 связываться это такая история на тоненького который может вытянуть из вас много нервов времени и денег а удовольствие не дать но с другой стороны у меня знакомые купили машину с мотором 1.6 ради хорошего кузова это тоже отдельная длинная история так все было хорошо с кузовом но они столкнулись с проблемой сервисов потому что по-человечески заставить ее ехать потому что они из 316 свапнули 328 с подрамниками с подвеской ну казалось бы что все идеально это будет лучше и 36 вообще из всех что мы только знаем но на деле получается вообще не совсем так в общем все что мы хотим вам еще раз рассказать что достаточно сложная история сделать сейчас из е36 нормальный полноценный автомобиль но с другой стороны тренировочный подзиму ну любой за 150 тысяч рублей берите катайтесь заварка и вперед в контакт да 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 то есть я мог пойти по этому пути но тут у меня уже только это личная сентиментальность включилась потому что я крайне редко покупаю на самом деле машины это у меня отличная четвертая всего в жизни потому что как-то по работе постоянно тестовое всего хватало предыдущий субару я продал именно потому что не ездил вот этот своя машина она мне действительно понравилась есть все что нужно нужно для жизни она очень удобная по эргономике по посадке здесь двухзонный климат-контроль поставил новую музыку это действительно ну каждодневные автомобили я не вижу смысла менять ее на что-то принципиально другое но по кузову после двух месяцев ремонте после еще одной сессии исправления косяков этих же ребят вот сейчас прошел год и мне ее снова надо везти в кузовной сервис потому что вылезли какие-то новые косяки я к этому готов надо по-человечески переварить пороги и так далее если вы хотите сделать из е36-х кроме я надеюсь что у тебя зрители из тех которым может захотеться да то здесь же тоже есть небольшая такая миссия вернуть к жизни отличную старую машину которых уже не так много живых осталось просто я сейчас могу назвать финальную стоимость на данный момент вот этой машины она уже за 600 тысяч ушла вместе с вложениями и тут тоже когда ты начинаешь заниматься вот этим восстановлением уже этот процесс довольно длительный мне пришлось пересобрать этой машине салон потому что он весь был на каких-то саморезах был разголод и что-то у него где-то дребезжало дверные карты самое страшное что может быть в салоне е36 это дверные карты их не найти их реально я полгода если хотите озолотиться открывайте производства этих деталей спрос огромный и вот таких вот тонкостей при работе над вот этой очень простой на самом деле машиной их очень много и именно такие моменты да все кажется все очень дешево по три тысячи деталей по пять тысяч самое дорогое на эту машину то что я покупал это как раз редуктор он стоил 15 коробка передач она у меня сломается 7000 коробка 5000 стоит замена вот но из этого у них крепкие моторы крепкие да но кстати с мотором у меня тут вот никаких проблем он прекрасно тянет очень бодрый действительно оказался агрегат я заморочился устранил опять же все течи которые там могут быть небольшие из под прокладочек да все конечно же моторы закидывали маслом но ты уже пошел по этому пути ты хочешь чтобы у тебя под капотом все было тоже сухо и красиво и ну вот так вот у меня получилось что суммарно месяца 4 машина из вот этого из вот этих полутора лет она провела в сервисах она там стояла я соответственно остальное время пользовался каршерингом тестовыми машинами поэтому в этом плане да как единственная машина е36 тоже может быть не очень подойдет окей сумма впечатляющая я вот даже замолчал пытался переварить не считаешь ли ты что это была ошибка тысяч на рынке можно купить ну достаточно много интересных автомобилей мне кажется во первых у нее есть как у тебя есть термин моральная проходимость автомобиля у это есть моральная раздавабельность потому что она все еще довольно дешевая в плане кузовных запчастей с ней довольно просто все делается если что-то ломается и и опять же довольно дешево чинить надо сказать что в этой машине за время пока я на ней езжу ничего не сломалось при мне я только устранял недостатки которые были были при рождении действительно если бы у меня в кармане изначально были 600 тысяч рублей я бы рассматривал одну из машин которые у тебя на канале постоянно появляются это было бы интересно но то как сейчас ездит эта машина мне очень и очень нравится она правда меня при ежедневной езде и бразили при зимних тренировках у нас было два дня когда мы могли попробовать как она едет зимой погода даже издевается да друзья сумма получилась внушительная времени было потрачено на эту машину тоже немало наверное многие из вас уже отчаялись испугались но а те кто по-прежнему считает что он готов в этом ввязаться и что в целом е36 эта машина которая его манит давайте сейчас кратко попробую объяснить вообще стоит ли она таких вложений или нет немножко прокатимся на моей 36 потому что это откровенно говоря сейчас под асфальт у меня есть к ней вопросы какие подробнее я расскажу в отдельном видео по езде на е36 потому что я возьму несколько машин которые в разной ценовой категории и наглядно покажу вам что вот машина за 250 тысяч рублей она может так не может так и у нее есть такие то проблемы по езде и удовольствие уровень там не высок вот машина дорогая доведенная и она действительно едет здорово ну а пока сейчас чтобы у нас них не было все таки какого-то депрессивного финала потому что е36 мы любим я уверен что вы тоже те коротко прокатимся на моей машине и я постараюсь поделиться с вами теми эмоциями которые эта машина сможет вам дать но я поеду планировать бюджет дальнейших доработок их предстоит множество но как я говорил уже смысл в этом есть надеюсь вам было интересно послушать эту непростую историю ну и думаю что мы на этом канале видимся не в последний раз что друзья короткий рассказ от первого лица всему этому ролику предшествовала история о том что я собирался продавать е36 потому что собирался приобрести еще один интересный автомобиль для водителя вроде бы уже даже нашелся покупатель но затем я прокатился и понял нет от такой е36 отказываться нельзя потому что да у миши неплохая машина но она по-прежнему как заготовка несмотря на все его вложения а вот это то е36 которая должна быть великолепный мотор n52 b25 хорошо настроенное шасси честнейший гидроусилитель правильная подвеска правильные стабилизаторы поперечной устойчивости а в итоге хорошие способности к скольжению задней оси вот это е36 да на асфальте траекторная езда ну не будем лукавить все-таки жесткость кузова здесь уже не та поэтому сейчас во многом это фан-кар но с очень правильными с очень точными реакциями на все ваши управляющие действия именно поэтому я до сих пор считаю что е36 по-прежнему актуальна автомобиль для тренировок для того чтобы понимать как машина должна ехать и что с ней нужно делать в конце концов она еще и выглядит очень красиво очень классический чем дольше ты смотришь на эту машину тем она тебе больше нравится да с содержанием владением и эксплуатации есть проблемы мы рассказали уже вам во что это может вылиться но конечно далеко не у всех будет такой грустный сценарий но к этому надо быть готовым по сути нельзя просто взять пойти и купить беспроблемную е36 в любом случае за ней следить за ней ухаживать и в нее вкладывать но за это она подарит вам эмоции которые мало какой другой автомобиль может дать спасибо что смотрели друзья надеюсь наш диалог был вам интересен пишите в комментариях нужны ли еще подобные эксперименты но в ближайший четверг как обычно рассказ о новом точнее старом интересном автомобиле пока